66 лет прошло, как смолкли последние залпы войны, и на растерзанную землю вернулся мир. Нам не нужна была та война, говорят ветераны. Немецкие полчища растоптали всю Европу, и никто в мире не мог остановить немецкого агрессора. Никто, кроме советского солдата. И сегодняшнее поколение говорит им за это спасибо. Словом, делом, песней. И топтали, и кололи, унижали, и рубили, Опускали на колени, но боялись, как огня. Ты жива, богатый с Богом, православная Россия. На тобой распластала, Матерь Божья, покрова. Подними, святая Русь. Такой подарок ветеранам Великой Отечественной к 9 мая сделали воспитанники Детско-юношеского центра православной культуры «Умиление» из села Заплавное Ленинского района. Инициатором же встречи стал региональный благотворительный фонд «Благословите детство». Здесь уверены, знание о том, с каким самоотверженным чувством ветераны тогда защищали свою родину, поможет сегодняшнему поколению не только осознать ценность той победы, но и глубже понять истинный смысл слова – патриотизм. Они не просто защищали свою родину, они самоотреченно понимали свой долг как защиту своего отечества. И вот эти чувства, то, что нас должно объединить, так называемую веков связующую нить перенести из поколения в поколение, вот это чувство патриотизма мы должны воспитывать в нашем подрастающем поколении. Так, к примеру, при Заплавинском детском центре действует богатырский православный корпус. Строевая, физическая, тактическая подготовка, уроки музыки и хореографии. Многие из числа его воспитанников уже решили посвятить свою жизнь защите отечества. У меня родственники, бабушка, дедушка, прабабушка – все военные. Военные воевали, наверное? Да, воевали. И потому что я хожу сюда на военную подготовку, мне очень нравится. Я хочу защищать родину. Связь поколений, преемственность традиций и сохранение истории своей страны. Именно так можно сформулировать цель еще одной встречи, которую организовал благотворительный фонд «Благословите детство». В триумфальном зале музея-заповедника «Сталинградская битва» собрались ветераны и школьники. Кстати, в числе участников этой встречи – делегации из Татарстана, из приюта для мальчиков при Раивском монастыре. Ребята приехали специально на торжество к Дню Победы по приглашению губернатора, с которым они познакомились в прошлом году во время его визита в Казань. Там мы узнали о ребятах, о том, что при монастыре существует приют, и у них есть воспитанники, дети, которые не имеют свою семью. Тогда, побылов в этом Раивском монастыре, мы пригласили детей и приглашали их специально на День Победы. В Волгограде подростков ждала насыщенная программа. Самое большое впечатление на них произвела, конечно же, главная высота России – Мамаев Курган. То, что мне рассказали, то, что искусствуют показали, это вообще самое замечательное. Просто счастье. Я не могу просто передать вам это. Просто все внутри себя пока еще. Ну, как уеду, уже все буду понимать. А сейчас как бы еще просто побольше охоты пока в себе поддержать, а потом все это выпустить. На память о встрече гости из Казани вручили губернатору список иконы Грузинской Божьей Матери – главной святыни Раивского Богородицкого монастыря. Ответным подарком стали фотоальбомы и книги о нашем регионе, а также напутственные слова волгоградских ветеранов. Хранить и любить нашу общую родину. Мы, ветераны, естественно, уходим. Но, уходя, мы передаем вам свою родину. И я завещаю вам – берегите ее и защищайте так, как ее защищали во все века ваши предки. Наталья Стеганцева, Александр Шишин, телекомпания Ахтума.